Добрый день, уважаемые телезрители! С вами снова программа «Бизнес-среда». Сегодня в выпуске вы увидите. Репортаж заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при главе Чувашии. Открытие в городе контакт-центра дочерней компании «Ростелеком». Республиканский бизнес-инкубатор расширяет сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Интервью исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Чувашьей Республики Евгения Федорова. Создание в Чувашьей Республике благоприятного инвестиционного и делового климата. Повышение объема привлекаемых инвестиций в экономику Чувашии. Обеспечение динамичного экономического роста и повышение уровня жизни населения. Именно с этой целью создан Совет по улучшению инвестиционного климата при главе Чувашской Республики. Притворять в жизнь инвестиционный стандарт будут с помощью дорожной карты. Это своего рода наглядный сценарий для власти, написанный для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в регионе. Бизнес-карта включает в себя три блока. Инвестиционная стратегия Республики, условия для ведения бизнеса и гарантия инвесторам. А также 15 направлений, каждый из которых предполагает комплекс мероприятия. В качестве небольшого примера бизнес-живо интересуется планами региона по развитию и созданию инфраструктуры, что как раз прописано в дорожной карте. Вода формирования и ежегодное обновление план создания инвест-объектов и объектов инфраструктуры в регионе. План создания инвест-объектов на 2013-2014 годы разработан. И у нас он вписывается в республиканскую адресную инвестиционную программу, республиканские муниципальные целевые программы, а также инвестиционные программы субъектов естественной монополии. Данный план размещен на сайте нашего министерства, а также на сайте корпорации развития. В рамках стандарта созданный сам Совет по улучшению инвестиционного климата, Институт уполномоченного по правам предпринимателей, корпорация развития открыт инвестиционный портал. Это только часть большой работы. Дорожную карту разрабатывают совместно с Агентством стратегических инициатив, которые еще называют Общественной палатой для бизнеса. Экспертные группы мы все соберемся и от 19 декабря будем обсуждать и соответственно голосовать. В конечном итоге инвестиционный стандарт должен сделать регион открытым, понятным и привлекательным для бизнеса. А до конца года республика должна вести его в действие. Создать условия для привлечения в Чувашию новых предприятий – одна из важнейших задач органов власти Чувашской республики. Компания «Ростелеком Контакт-центр», проанализировав города России, пришла к выводу, что лучшего места для размещения своего контакт-центра, чем Чебоксары, им не найти. Прием огромного количества входящих звонков, консультации абонентов, оформление заявок и заказов клиентов, организация горячих линий, активные продажи, анкетирования и опросы. Это далеко не полный перечень того, чем приходится заниматься сотрудникам так называемых «контакт-центров» – крупных операторов сотовой связи. У одной из ведущих компаний России операторские площадки таких контакт-центров есть в Москве, Костроме, а теперь и в Чебоксарах. Новый операторский центр обеспечит занятостью более полутысячи человек. Компания предлагает достойную зарплату и удобные графики работы, что может заинтересовать, к примеру, студентов и выпускников вузов. Впрочем, рады будут и людям среднего возраста. Кстати, чтобы устроиться на работу оператором, специального образования и многолетнего опыта не нужно. Достаточно хорошо знать русский язык, уметь работать на компьютере и иметь хорошую дикцию. В компании предусмотрено обучение новых специалистов. Открытие новой площадки для любого контакт-центра – это вопрос очень серьезный, поскольку речь идет о расширении ресурсов, об увеличении ресурсов, в первую очередь о наборе новых операторов, новых сотрудников, от которых, в принципе, зависит эффективность и дальнейшее развитие компании. Данная площадка будет развивать все сегменты. Это и коммерческие проекты, и проекты государственные. Мы осуществляем поддержку портала «Гуслуги.ру», первой линией в соответственной поддержке, в рамках проекта «Информационное общество» и «Электронное правительство». Площадь нового центра составляет более тысячи квадратных метров. Сейчас оборудована только половина, однако планируется, что уже в начале следующего года операторская площадка заработает в полную силу. Республиканский бизнес-инкубатор активно ищет партнеров по содействию в развитии малого и среднего бизнеса на территории Чувашии. В их число вошла и площадка для культурно-образовательных проектов «Хабспейс». Основная деятельность республиканского бизнес-инкубатора направлена на поддержку и развитие, а также увеличение числа предпринимателей на территории республики. 4 декабря руководитель республиканского бизнес-инкубатора Михаил Яковлев подписал соглашение с узлом связи «Хабспейс», основной целью которого стало дальнейшее развитие бизнес-идей, родившихся в стенах этого популярного заведения. В рамках данного соглашения идет взаимодействие этих структуров. То есть тот бизнес, который будет зарождаться в данных стенах, с удовольствием примет у себя территорию республиканского бизнес-инкубатора для того, чтобы этот бизнес вырос и превратился в что-то большее. Отличная поддержка. Давайте подробнее, сполняемые аплодисменты. Мы будем направлять с ним людей с бизнес-идеями. Надеемся, что они получат там развитие и заведут свой бизнес. Довольно часто проводятся такие мероприятия. Допустим, каждый понедельник у нас здесь проводится клуб предпринимателей. Сейчас мы поддерживаем проект «Мега-цель». Они у нас проводят бесплатные мероприятия. Здесь собираются и решают, помогают нашему городу. На площадке «Хаба» активно проводятся бизнес-мероприятия, встречи и мастер-классы как с уже состоявшимися предпринимателями, так и с теми, кто только планирует начать свой бизнес-путь. На этот раз нам удалось поприсутствовать на управленческом форуме формата «Фейс-то-фейс», основной целью которого организаторы называют «Развитие сети деловых коммуникационных площадок», участники которых развивают себя и свой бизнес через глобальную сеть деловых контактов, как на бизнес-мероприятиях, так и посредством сети интернет. Сегодня у нас 59-е событие нашего проекта, нашего форума, и третье, в частности, в Чебоксарах. И сегодня здесь будет сессия «Фейс-то-фейс» коммуникации. Познакомятся лично друг с другом, обменяются визитками, соответственно, поймут, что, чем, кто, кому может быть полезен, и закрепят эти отношения уже в неформальных моментах, которые также будут сегодня. Это мероприятие, оно связано больше с знакомством, с новыми связями, знакомствами, причем как между руководителями, так и любимыми звеньями. На этом мероприятии мы сегодня решили подписать соглашение о совместной деятельности между республиканским бизнесом-инкубатором и узлом связи ХАБ. Что это позволит сделать для узла связи и для республиканского бизнес-инкубатора? Во-первых, те идеи, которые будут рождаться в этом здании, в этом помещении, они смогут перейти в республиканский бизнес-инкубатор для дальнейшего развития. Вновь созданная Корпорация развития Чувашской Республики призвана привлекать российские и иностранные инвестиции в Чувашию. О текущей деятельности и о планах на 2014 год мы поговорим с исполняющим обязанности генерального директора корпорации Евгением Федоровым. Евгений Александрович, расскажите, пожалуйста, для чего создана и чем призвана заниматься Корпорация развития Чувашской Республики? Корпорация развития Чувашской Республики создана для привлечения инвестиций в экономику региона, создания благоприятного инвестиционного климата, устранения административных барьеров. Основными направлениями работы корпорации является создание эффективного взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с органами государственной власти и местного самоуправления. Скажите, а есть ли чем похвастаться и какую работу на данный момент ведет Корпорация развития? На данный момент мы ведем работу по трем основным направлениям. Информационно-аналитическое обеспечение, создание инвестиционных проектов, бизнес-планов, финансовых моделей и технологии единого окна. Поясню, что единое окно – это механизм концентрации услуг необходимых инвесторов в рамках одного учреждения. Не секрет, что при реализации инвестиционного проекта многие инвесторы сталкиваются с рядом проблем. Начиная от подбора земельного участка и заканчивая разрешительной документацией при реализации инвестиционного проекта. Все эти проблемы мы пытаемся решить на базе нашей организации. В данный момент мы ведем несколько проектов в различных отраслях экономики. Сельскохозяйственный проект, связанный с строительством фермы по откорму крупного рогатого скота. Это племенное животноводство в Маринско-Пасадском районе. Второй проект – это создание ширейного цеха в Чебоксарском районе и строительство логистического комплекса на базе Канажского района. Евгений Александрович, в завершении поделитесь с нами планами работы на 2014 год. Нашими основными планами на 2014 год является эффективная работа механизма единого окна, привлечение тех инвесторов, с которыми мы в данное время создали связи, создали благоприятные отношения, привлечение крупных иностранных инвесторов, которые способны инвестировать в экономику региона, которых интересуют те проекты, которые реализуются в регионе, а также создание эффективной системы межведомственного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и частного бизнеса при реализации инвестиционных проектов. Наш выпуск подошел к концу. О самых актуальных событиях вы можете узнавать из новостной ленты на сайте Минэкономразвития Чуваши. Я с вами прощаюсь. Увидимся в новом году. Всего вам доброго и удачи в делах. Минэкономразвития Чуваши. Минэкономразвития Чуваши.